Ковид отступил, а поэтому сдача ЕГЭ прошла в штатном режиме. В этом году выпустилось 4894 11-классника. По результатам экзаменов определилось 29 100-бальников, а один человек получил 100 баллов по двум предметам. К сожалению, фиксировались и случаи удаления с экзамена за использование шпаргалок. В этом году попались 7 ребят. Для сравнения, в прошлом году нарушителей было больше. Сравнивать результаты этого года с предыдущим сегодня некорректно, поскольку в этом году у нас выпускники – это те ребята, которые обучаются по новым и выпускались, соответственно, по новым федеральным государственным образовательным стандартам. В связи с этим в ЕГЭ были введены незначительные изменения. Корректировки произошли в дополнительных заданиях, которые позволяли выявлять у детей умение анализировать и рассуждать. Также в этом году провели ЕГЭ для родителей, чтобы они смогли почувствовать себя участником экзамена и понять алгоритм сдачи. Министр просвещения и воспитания Наталья Семенова лично приняла участие в этом мероприятии. Родители приняли участие. Я, например, вместе с родителями пробный экзамен сдавала по математике. Вместе с родителями прошла ход, начиная от входа в школу, затем, получив материалы, как это фиксируется, все родители увидели. А пока выпускники определяются с вузами, школа уже готовится к новому учебному году. В учреждениях идут ремонты, перепланировки, проверки безопасности. В 62-й школе, например, еще и готовятся к открытию IT-куба. В Центре дополнительного образования детей учат премудростям информационных технологий. Сейчас на объекте залили полы, выровняли стены. Осталось провести косметический ремонт и закупить оборудование. 500 детей разных возрастов, детей 62-й школы и образовательных организаций железнодорожного района во внеурочное время смогут начать осваивать весьма увлекательные и весьма перспективные в плане их будущего профессионального развития дополнительные образовательные программы в сфере информационных технологий. То есть в сфере самой передовой, самой насущенно необходимой для технологического прорыва в сфере деятельности. Набор детей в IT-куб идет полным ходом. Детей будут учить скрете технологиям, робототехники и программированию на разных языках. Преподавать дисциплины в кружках будут специалисты Центра IT-технологий. Для обучения закупят современное оборудование, интерактивную технику, компьютеры и наборы для робототехники.